Я спала, смотрю, кто-то в ворота стучится. Пока я вышла, смотрю, уже во дворе люди ходят. Они, видать, через забор перескочили. Потом спросили, а где Нариман живет? Я говорю, вон в том доме. И все, они туда ушли. Человек 7-8. Вы знаете, Нариман сказал, мама, не выходите и не расстраивайтесь. Просто у меня недавно инсульт был. Чтоб не повторилось это все. И люди же всякие бывают. Вот написали нехорошие вещи, и другие тоже читают и думают, что это так. Тогда они все обошли. Ну тогда сразу адвокаты пришли. Внук прибежал, говорит, бабушка, не переживай, все будет нормально. Они всю его технику, ноутбук, все забрали. А люди, я же говорю, всякие бывают, знакомые с магазина, говорит. Вот так им и надо, говорит одна женщина. Ну что мы ей сделали, скажи, пожалуйста. Ночью 3 сентября, скорее, да, ночью 3 сентября, ну, мы легли около, наверное, часу ночи. И в 2 часа ночи зазвонил телефону Наримана. Это было... Мы еще так вскочили. Страшно было, потому что у нас старенькие родители, уже переживаем как бы за них же. И всегда просим звонить в случае чего. И, ну, это было из Киндарова. Когда я спросила Наримана, очень стревоженный такой голос у него был. Сказал, что у Азиза был обыск, и его забрали куда-то, куда он не знает, и понятия не имеет, что делать, тоже не знает. Нариман как бы тоже встал, написал потом пост об этом, что пропал Азиз. И вот практически всю ночь на телефоне вместе с Эскендарова говорил, куда обращаться, что обращаться, потому что тоже впервые с этим сталкиваются, с адвокатами консультироваться, что делать в таких случаях. Во сколько он лег, даже уже я не помню, потому что я пошла к ребенку, уснула, видимо. И в 7 утра, когда я уже услышала лай собак и стук в окна и в двери, я уже разбудила его. Говорю, что там что-то происходит, потому что слышу, как собаки разрываются, и кто-то бегает по двору. Он выбегает на кухню, видит, как через ворота у нас начинают перепрыгивать люди в волоклавах, вооруженные. И прибежал к нам в спальню, говорит, Левиза, быстро одевайтесь, будьте детей. И к нам ворвались во двор, говорят люди. Я побежала, естественно, разбудила девочек и сказала, чтобы они шли в другую комнату, к Джимилю, чтобы он не проснулся. Сама побежала, ну, уже беру Ниаль, одеваю и слышу только, как он, Нариман, открыв окна, говорит, чтобы корректно вели себя люди, потому что в доме есть дети, чтобы они их не пугали. Он очень переживал за детей, открыл, видимо, дверь, с ними разговаривал, потому что в этот момент я уже находилась с Ниаль в комнате в спальне. Я не слышала, о чем они говорили, только уже видела, как он зашел со следователем, скорее всего, и показывал реально, где находятся дети, в каких комнатах они спят. Он посмотрел все три комнаты, в которых находятся дети и сказал, чтобы всех их собрать с женой вместе. То есть нас отправили в зал, говорит, пусть они все будут находиться там. В общем, он, и таким образом, как бы нас заблокировали, заблокировали нам доступ, вот, видеть, что происходит, слышать, что происходит здесь. В первый раз, когда у нас происходил обыск, там действительно это был обыск, как бы они реально что-то там искали, перевернули все вещи, каждую книжку, там, я не знаю, даже на кухне банку с рисом, говорю, пытались там что-то найти. То здесь уже, уже когда это все прошло, и анализируя все это происходящее, понимаю, что они приходили просто за ним, потому что уже такового обыска не было. Они изначально забрали телефон, ноутбук, и как бы даже в ту комнату, где мы находились с детьми, они не заходили для обыска. А за ним еще у нас была гардеробная, то есть там тоже они никакого обыска не проводили. То есть это была такая формальность. Прийдя на суд, да, я уже понимала, что, скорее всего, это будет там такое вот шоу, цирк, потому что обвинение, которое ему вменяют, это просто даже обговаривать не хочу, настолько абсурдное и вообще неуместное. Это месть ему за его какую-то вот гражданскую его позицию такую вот, и, возможно, участие в Крымской платформе непосредственно. Он говорил, что, возможно, к нам тоже придут, как бы это все понятно. Даже когда ехали по городу на машине, да, там я уже знала, где находится какое здание, и даже он говорил, если меня вдруг не сможете найти, вот здание Фейсбэйт, тот же бульвар Франко, который мы проезжали, что я, скорее всего, буду здесь, то, что ты знала. Ну, естественно, мне, когда человек находится рядом, я отгоняла эти мысли, не хотелось об этом думать, и как бы... Ну, мы с ним всегда разговаривали вместе, смотрели телевизор. Иногда под вечер, когда я была маленькая, он мне книги читал Гарри Поттера. Ну, вот так вот мы с ним время проводили. Также играли настольные игры. Я бы сказала то, что я его очень сильно люблю, и он поскорее повернулся домой. Он пишет то, что по нам он очень сильно соскучился, еще он писал, чтобы мы слушались маму и помогали, смотрели за братиками и сестричками, и хорошо учились. Я переживаю, хотя ни на секунду не сомневаюсь, что ты со всем справишься. То, что я не могу быть с тобой, разделить твои заботы, беспокоит меня в этой ситуации больше всего. Очень скучаю по вам, скучаю по детям. Особенно хочется видеть, как меняется не Алька. Последние дни тоска по вам ощущается как-то особо остро. Долго не могу заснуть, думая о вас. Но стараюсь не унывать. Просто очень не хватает новостей о вас. Субтитры создавал DimaTorzok